И нашим, и вашим на базе КимТипа открылся бассейн, который смогут посещать все желающие. Что пить, чтобы здоровью вредить? В Кузбассе только за 10 дней изъяли 35 тонн алкогольного суррогата. Когда дом не крепость. В Кемерове открылся кризисный центр для женщин, пострадавших от семейного насилия. На телеканале «Мой город» время новостей. В студии Дмитрий Петин. Здравствуйте. С Международным днем студентов кузбасскую молодежь поздравил губернатор Аман Тулеев. Глава региона поблагодарил юношей и девушек за их активную жизненную позицию, достижения в науке и спорте. А еще предложил направить их молодую энергию в мирное русло. В буквальном смысле. Губернатор напомнил ректорам, студенческим профсоюзам, молодежным объединениям, что в любой ситуации нужно быть бдительными и чувствовать свою ответственность. Молодежь должна участвовать в работе спецкомиссий для обследования чердаков, подвалов, заброшенных строений. Кроме того, от студентов ждут поддержки и в виртуальном пространстве. Сегодня им по силам вести антитеррористическую пропаганду в популярных социальных сетях. Областные власти со своей стороны готовы вознаграждать за такую работу. Кроме того, достойные студенческие инициативы во всех областях готовы поддержать. Я еще раз говорю, любая инициатива будет замечена. Любая. Любая идея достойна для того, чтобы ядрить жизнь. Любая помощь. Не бывает такого, что в Кузбассе студент, который хорошо учится, нормально ведет себя, было плохо, ему не помогли. Это просто лень обратиться. Напрямую мы разрешаем даже обращаться к губернатору. Потому что вы наши, вы Кузбасс, потому что вы наша гордость. Здоровый образ жизни кузбассовцев должен стать важным элементом региональной экономики. Об этом заявил Аман Тулеев, выступая на минувшей неделе с бюджетным посланием перед областными парламентариями. Теперь же у кемеровчан появилось новое место для занятий спортом. В Кемерове открылся плавательный бассейн. Первый и единственный в Ленинском районе. Его построили на базе Кемтипа, но заниматься плаванием здесь смогут все желающие. Мария Пименова наблюдала за первым заплывом. За окном минус 20, а здесь плюс 26 в воздухе. Вода еще теплее 28 градусов. Настоящий оазис посреди сибирской зимы. Новый бассейн – это 6 плавательных дорожек по 25 метров в длину. А еще все то, что нужно для полноценных и безопасных спортивных тренировок. Медицинский кабинет, душевые, раздевалки. Ксения Сухачева занимается плаванием 5 лет. В воде чувствует себя как рыба. Но старт для нее всегда волнителен. Зачастую в различных бассейнах тумбочки бывают скользкими. А здесь специальное покрытие, которое помогает ребенку, человеку твердо стоять на своих ногах. Все сделано на таком первоклассном уровне, что хоть сегодня спорткомплекс «Сибирь» сможет принимать соревнования по плаванию всероссийского масштаба. Старт первому заплыву в новом бассейне дает губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Двухэтажное здание общей площадью более полутора тысяч квадратов было возведено с нуля. На строительство бассейна в Кемерове было направлено 198 миллионов рублей. Большая часть средств – федеральные инвестиции. В рамках всероссийского проекта «500 бассейнов вузам» такие спортивные комплексы возводят по всей стране. Пример по соседству с Кузбассом в Томске студенческий бассейн только строят. А в Кемерово он уже открыл свои двери для приверженцев спорта и здорового образа жизни. Это проект, который реализуется в партии «Единая Россия». И очень здорово, что наша область смогла в этот проект попасть, потому что желающих было очень много. Очередь большая, плюс сейчас с бюджетом не очень хорошо. Но удалось выбить. Большое спасибо нашему губернатору Аману Миричу Тулееву. Здесь не пахнет хлоркой и вообще от советских спортивных стандартов нет и следа. Бассейн предназначен исключительно для занятий плаванием. Выше для прыжков в воду нет, поэтому и глубина чаши не превышает двух метров. Что, кстати, удобно для тех, кто только мечтает научиться плавать. Кроме того, чем меньше воды, тем меньше и химии, которую приходится использовать для поддержания чистоты. И это еще далеко не все преимущества. Здесь на дне лежит не керамика, и на боковых плитках, видите, здесь металлическая конструкция. Но она нержавеющая, на мой взгляд, должна служить гораздо лучше, чем кафель, потому что кафель имеет такие свойства, как трескаться, лопаться, потом об него посетители режут ноги. Здесь, я думаю, таких проблем у нас не будет. В первой половине дня здесь будут заниматься студенты. Единовременно новый бассейн готов принять до 40 человек. После обеда поплавать по абонементу смогут все желающие. Цены бюджетные. Школьникам, студентам, аспирантам и пенсионерам абонемент на 8 посещений обойдется в 900 рублей, остальным в 1600. Своё название «Бульвар строителей» оправдывает по праву. Не так давно здесь возвели губернский центр спорта Кузбасс, новые жилые дома, торговые центры, а теперь торжественно открыли и плавательный бассейн «Сибирь». Правда, на этом масштабная стройка не заканчивается. Там, за моей спиной, в конце бульвара, уже забиты сваи под новый жилой микрорайон. Квартиры в нем получат льготники по цене всего 15 тысяч рублей за квадратный метр. Так что со своими строителями главный Кемеровский строительный бульвар не прощается. Мария Пиминова, Антон Скомаровский. Новости моего города. 35 тонн алкогольного суррогата в рамках спецоперации сотрудники полиции провели масштабное изъятие незаконной продукции. И это только за 10 дней спецоперации. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов и Кузбасского алкогольного союза, печальных последствий в Кемеровской области удалось избежать. Но в других регионах ситуация куда более критична. Как работают в подпольных цехах и к чему может привести распитие суррогата, узнаете из нашего сюжета. И все. Бутылка водки к продаже готова. Для изготовления потребовались уксусная кислота, глюкоза и медицинское дезинфицирующее средство «Марат». К слову, в больницах им обрабатывают медицинские инструменты и даже утки. Специалисты говорят, при приеме этого средства внутрь можно и погибнуть. Среди суррогатов есть высокотоксичные, есть менее токсичные, но тем не менее все эти вещества, они могут нанести самый существенный вред для здоровья. Самое опасное в этой группе это, конечно же, метиловый спирт и тиленгликоль. То есть употребление этих веществ в любом количестве, в любой концентрации, оно может привести к летальному исходу. В Кемерове производство опасного алкоголя было поставлено на поток. В здании бывшего завода любители легкой наживы организовали цех. К делу подошли серьезно. Установили емкости для смешивания жидкости, фильтры очистки, конвейерные линии для разлива суррогата и производства пластиковых бутылок. В общей сложности во время спецоперации сотрудники полиции изъяли около 15 тысяч тонн бутылок с отравой, общий объем которой составил около 9 тонн. На территории города Кемерово была пресечена деятельность подпольного цеха, на котором изготавливалась фальсифицированная алкогольная продукция под брендами различных производителей. Это алкогольные коктейли, водки различных наименований и портвейн. Но Кемерово далеко не единственный город области, где пресекли продажу контрафактным алкоголем. Склады с суррогатом обнаружили в Новокузнецке и Мысках, а в Гуревском районе нелегально разливали пиво. Непосредственное участие в операции принял Кузбасский алкогольный союз, который предоставил полицейским информацию о продаже и местонахождении алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте. Благодаря этим действиям серьезных последствий удалось избежать. Но в других регионах страны ситуация куда более критична. Несколько дней назад Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем в Красноярском крае. 16 человек отравились. Двое из них впоследствии скончались в больнице. Это страшные цифры. У нас в Кузбассе только за 10 дней ноября в ходе антиалкогольной операции правоохранительными органами изъято 35 тонн суррогатного алкоголя. Это 70 тысяч бутылок смертоносной жидкости. До Нового года остается чуть больше месяца. И эти бутылки теперь уже точно не окажутся на праздничном столе кузбассовцев. Но любители легкой наживы найдутся всегда. И в этой ситуации безопасность человека зависит не только от действий правоохранительных органов или Кузбасского алкогольного союза, но и от каждого из нас. Андрей Финагин, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Рынок нелегального алкоголя в России составляет 65%. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. По его мнению, такая разница связана с недоступностью качественных спиртных напитков для потребителей. И вот, что он сказал по этому поводу. Во всем мире главный принцип регулирования алкогольного бизнеса – доступность качественного легального алкоголя для всех слоев населения. На пособие по безработице или минимальную зарплату немец, француз, американец, чилиец может купить порядка 200 бутылок крепкого алкоголя. У нас на пособие 20, то есть в 10 раз меньше. На минимальную зарплату 30, на нормальную зарплату 70 бутылок. И эта проблема решения в России не имеет. В Кемерове открылся первый кризисный центр. Это особое отделение помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Те, кто пострадали от семейного насилия или по каким-то причинам остались без крыши над головой, смогут жить здесь вместе с ребенком некоторое время. В этом так называемом кризисном центре создана уютная домашняя атмосфера, оборудованы три спальни, кухня. От 10 дней до месяца проживание для мам с детьми бесплатное. Впрочем, сроки весьма условные. В каждом случае решение будет приниматься индивидуально. Главное, чего ждут от самих мам, это желание совместными усилиями искать и находить выход из кризисной ситуации. Мы должны женщине помочь успокоиться, помочь решить какие-то сиюминутные вопросы именно с собой внутри. То есть, почему она не может сделать те или иные шаги. И дальше уже помочь в этих шагах. То есть, некая план действий, некая программа в отношении того, чтобы выйти из этого кризиса. За активную жизненную позицию выгодная мобильная связь. Более ста молодых сотрудников холдинговой компании СДС получили бесплатные сим-карты. В награду за особые заслуги в научной, культурной и спортивной жизни за мобильное общение друг с другом они теперь не будут платить. Хочу благодарить вас за то, что вы этот год провели, ну вот так вот, можно сказать, на подъеме. Даже свадьбу молодежную сыграли. Познакомились на одном из корпоративов. То есть, процесс пошел в нужном направлении. Поэтому наша компания, наши партнеры решили, вот чем вот еще вас можно чем-то вот так вот удивить. Чем-то вам помочь, чтобы вы жили еще дружнее, веселее. Особый тариф для молодых специалистов разработан по договоренности между президентом СДС Михаилом Федяевым и директором Кузбасского регионального отделения компании «Мегафон» Марком Малаховым. Стоимость пакета услуг, включающего у себя 300 минут исходящих звонков, смс-сообщений и 6 гигабайт интернета, составляет 1200 рублей в месяц. Но для этой активной молодежи общение будет бесплатным. Это своеобразная ежемесячная премия. В ближайшее время этот корпоративный бонус получит 2500 молодых специалистов. Добавлю, что такие мобильные подарки станут традицией компании, как способ поощрения самых активных и инициативных молодых сотрудников СДС. В текущем темпе жизни очень важно оставаться не только в корпоративной культуре, но и быть в принципе на связи, постоянно поддерживать связь с руководством, быть в одном информационном поле с коллегами, с партнерами и так далее. Вместе с тем требуется обрабатывать большое количество информации, находясь не только за рабочим столом, но и в соответствии любой точки земли, да и в любое время сурок. Их ставят в пример студентам Юрфака, ими гордятся в Кузбассе, как первой и единственной юридической компанией, которая смогла выйти на федеральный уровень. Коллегия адвокатов регион-сервис отмечает 15-й день рождения. Как объединение троих выпускников вуза превратилось в крупнейшую региональную юридическую компанию страны, в следующем сюжете. Крупнейшая региональная юридическая компания в России – первая и единственная в этой сфере кузбасской организации, имеющая офисы по всей стране, в том числе в Москве. Среди их клиентов – стратегически важные промышленные предприятия, банки и органы государственной власти. Все это о коллегии адвокатов регион-сервис. Их девиз «Партнерство во имя успеха» отражает историю развития. Уникальную для нашего региона компанию создали трое молодых амбициозных юристов, выпускников КМГУ. Тогда, в 2000 году, даже сложно было представить, что адвокатское бюро в составе областной коллегии со временем примет такие масштабы. За 15 лет существования нашей компании «Коллегия» превратилась в одного из крупнейших игроков на рынке юридических услуг. На сегодняшний день наша компания располагает офисами в городах Тюмень, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москва. Тем самым это позволяет нашим клиентам, где бы они не находились, в какой бы точке России, и получать максимально профессиональный и эффективный юридический сервис. Залогом качества служит устойчивая репутация, которая сложилась за эти 15 лет. Быть максимально искренними с клиентами, не делить клиентов и их вопросы по степени важности. Таких принципов в работе придерживаются юристы регион-сервиса. В результате экономический эффект для клиентов исчисляется миллиардами рублей. Однако успешность любой компании определяется не только уровнем прибыли, но и вовлеченностью в общественную жизнь. Недаром на стенах в Кемеровском офисе регион-сервиса красуется столько грамот и благодарственных писем от государственных органов, деятелей науки, спорта и других сфер. За каждой рамочкой своя история, где компания сыграла серьезную роль. Например, это благодарственное письмо на имя председателя коллегии Дениса Рыбакова. Летом 2015 регион-сервис стал соорганизатором серии турниров чемпионата мира по боксу по версии ПИБИ, а также первого в Кузбассе спортивного реалити-проекта «Шоубой». Благодаря участию коллегии адвокатов десятки простых ребят из городов региона осуществили свою мечту. Они выходили на профессиональный ринг и учились у мировых звезд бокса. Жители области смогли стать участниками настоящих праздников спорта, зрителями боев, каких Кузбасс еще не видел. А сотни мальчишек по всему региону выбрали здоровый образ жизни и записались в секции бокса. «Почему бокс или никакой иной вид спорта? У нас в нашей истории были и другие виды спорта, и карате, и хоккей с мячом, и борьба, и зудо. То есть, ну, все, в чем есть потребность социальная в участии, например, социальной ответственности любого вида бизнеса, мы тоже разновидность юридического бизнеса, мы стараемся вот эти социальные обязательства не только исполнять, но и множить». Уже несколько лет подряд регион-сервис поддерживает областной конкурс красоты «Медиа-краса» и также традиционно помогает взращивать профессиональные кадры в собственной сфере. В альмаматор большинства работников компании в Кемеровском госуниверситете регион-сервис проводит научные конференции, дает возможность студентам повышать уровень знаний и показывает достойный пример. «Значимым для нас является тот факт, что подобных профессиональных свершений как раз достигла та компания, которая создана и действует на территории Кузбасса». В условиях, когда очень многие представители столичной юридической элиты привыкли противопоставлять тех юристов, которые работают в Москве с юристами так называемыми провинциальными, вот как раз пример регион-сервиса свидетельствует о том, что и на территории сибирского региона работают самые достойные представители юридической науки и практики». Уровень профессионализма юристов регион-сервиса отмечается на федеральном уровне. Так, в ежегодном национальном рейтинге юридических компаний России «Право.ру-300» коллегия адвокатов регион-сервис занимает первое место среди региональных компаний России. По итогам 2015 года коллегия рассчитывает попасть и закрепиться в ведущих международных рейтингах юридических компаний. Секрет успеха, как считает вице-президент адвокатской палаты Кемеровской области Татьяна Нагорная, прост. «Я думаю, что секрет этой компании в очень тщательном подборе кадров для своих членов коллегии адвокатов и для сотрудников. То есть они всегда отличались умением найти самых достойных, самых грамотных, самых умных. То есть это, как правило, специалисты с красным дипломом, с прекрасным образованием». Блестящее прошлое и настоящее, не менее достойное будущее. Сотрудники компании не скрывают у них далеко идущие планы. И, как знать, может быть, скоро коллегии адвокатов регион-сервис заговорят не как об организации, вышедшей на федеральный уровень, а как о компании, покорившей мировое пространство. Ведь, как показывает практика, партнерство во имя успеха дает мощный импульс для постоянного движения вперед. Наталья Токмагашева, Станислав Грушевский, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Тексты к песням Тополины Пуха, «Чего так в России береза шумят» написал сибиряк, житель Томска. Михаил Андреев навестил Кемерово. Подробнее во второй части выпуска. И вот, что еще вас ждет. Готовь сани летом. В областной филармонии уже вовсю готовятся к встрече Нового года. Били-били, не добили. Игра Кузбасса с хабаровским сканефтяником завершилась в ничью. От традиционной репки до современных фиксиков филармония Кузбасса готовится удивлять. Не за горами новогодний сезон, а значит обновление костюмов, декораций и репертуара. Сами сотрудники на пресс-конференции рассказали, что приготовили для кемеровчан праздничный коктейль. С его ингредиентами знакомилась моя коллега Юлия Мелехова. Пока филармония готовится к новогоднему сезону, в фойе образовался вот такой небольшой хвойный лес. Но скоро здесь появится самая большая елка в Кузбассе из всех тех, что украсят культурные заведения региона. Ну а эти деревья поменьше распределятся по всей филармонии, в каждом углу создавая праздничное настроение. К празднику филармонии начали готовиться давно. В этом году планы на Новый год здесь особенные. Деда Мороза неожиданно переместят в лето. В любом случае, то есть прежде всего в Новый год происходит праздник. А для наших северных широт все-таки лето уже ассоциируется с праздником. Поэтому небольшой фрагмент лета, то есть после елки, мы бы хотели подарить. Фрагмент лета артисты представят в новой постановке под названием «Загадка страны Му». С этой музыкальной сказкой актеры выйдут на сцену уже 26 декабря. Ее главные герои не снеговики, не снежинки и даже не елка. В новогоднем сезоне на сцену выйдут гусеницы, муравьи и бабочки. У нас эскизка бы есть, это будет крылья. Сейчас заготавливаю я аппликации. То есть у нас специально паутинка есть, клеиваем, вырезаем, приклеиваем с помощью утяга, ну и украшаем. Чтобы сделать один костюм, приходится тратить до трех дней. Заготовить аппликации, пришить десятки мелких фрагментов и украсить все пайетками. Этот Новый год в филармонии будет по-настоящему новым. Но несмотря на это, традиционные персонажи тоже никуда не денутся. Какая зимняя сказка без снегурочки и Деда Мороза. Даже взрослые, они верят вообще в сказку всегда. Мне кажется, что сейчас должно какое-то чудо обязательно произойти. Очень здорово. 2016-й можно встретить действительно чудесно. Впервые в качестве эксперимента концерт проведут за несколько часов до боя курантов. 31 декабря в 20.15 начнется светский симфонический раут. Как бы уже все готово, все уже на столах, но остается несколько часов. И мы вот в томлении в каком-то начинаем нервно ходить по комнатам, ожидать и провожать Новый год сначала с одной страной, потом с другой, а потом начинать встречать и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы вот этот вечер не был слишком утомительным, мы предлагаем нашим зрителям впервые концерт. И на этот концерт предлагают прийти в светских нарядах. Хотя бы на один вечер отказаться от джинсов и забыть о бытовых проблемах. Послушать Штрауса и Чайковского и вдохновленными отправиться на празднование главного зимнего торжества. Юлия Мельхова, Константин Червяков. Новости моего города. Автор суперхитов приехал в Кемерово. Песни Михаила Андреева исполняет почти вся русская эстрада. От группы «Белый орел» и «София Ротару» до «Димы Билана». И даже любимая группа президента в своем репертуаре имеет произведение томского поэта. Как написать музыкальный хит, почему все песни про любовь и как привлечь внимание к молодежи к литературе, узнала Полина Егошина. Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Все, что ты мне ночью говорил. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушке меня. Эти суперхиты вышли из-под пера одного автора. Михаил Андреев живет в Томске, а его стихи преодолевая километры. Раздаются буквально из каждого утюга. Он пишет для разных артистов, умело подбирая слова и сохраняя стиль музыкантов. Это в одном человеке может уместиться. Потому что «Тополиный пул», «Жара июль» – это все равно про любовь песня. Это сумасшедшая чумовая песня про любовь. Тандем Матвиенко-Андреев уже многие годы снабжает поп-эстраду новыми песнями. В копилке поэта и саундтреки к фильмам, например, «А зори здесь тихие». Между тем, амплуа поэта-песенника вовсе не главное для Михаила Андреева. Он пишет серьезные и глубокие стихотворения, выпускает книги, является членом Союза писателей России. И даже мэтр поэзии 20 века Иосиф Бродский отмечал талант сибирского автора. Михаил Андреев приехал в Кемерово впервые, чтобы показать Сибирь не только как промышленное звено, но и творческое. Каждая встреча, тем более встреча с таким поэтом, как Михаил Андреев, она несет эксклюзив, она несет живое общение. Википедия столько не даст, сколько сам автор стихов. Сегодня редко увидишь молодежь с книгой в руках, скорее с телефоном. Но на встрече с Михаилом Андреевым гаджетом никто не тянулся, если только для памятного фото. Все гости напевали знаменитые песни и не переставали удивляться, что эти хиты написал их земляк. Он так прям рассказывает про каждое создание песни своей, как именно на самом деле вот она создавалась. От некоторых слов даже мурашки по телу бегут. Рассказывают некоторые песни, очень знакомые песни, но не представляли, что это наш зверяк написал. Были и те, кто рискнул предоставить на суд поэта свою интерпретацию его стихов. А на сердце опять горячо, горячо, и опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, отвергался от ветра. Много эмоций было. И не знаешь, ведь это мысли автора. Очень сложно передать песню, которую вот написал другой человек. Поэтому, не знаю, надо очень, ну, не знаю, пропитать себя полностью этой песней, этим мыслям. Очень сложно. Тем более, когда на тебя пристально смотрит автор, эта творческая встреча не станет последней. В этом уверены организаторы и сам поэт. Это начало большой литературной дружбы двух сибирских городов. Полина Егошина, Александр Белкин. Новости моего города. Ничьей завершилась домашняя серия игр хоккейного Кузбасса. Во второй встрече на «Химике» кемеровчане сыграли с хабаровским сканефтяником 6-6. По ходу хозяева ввели со счетом 4-1, но гости сумели сравнять счет и даже вышли вперед под конец встречи. Положение на поле спас нападающий Кузбасса Олег Зимцов. За 4 минуты до финального свистка он принес очередное очко в копилку хозяев льда. Хотели выиграть, очень сильно желали этого. Ребята настроились, молодцы. Проявили характер. Большую часть времени ввели в счете. Игра была как на качелях и переводами нефтяник. Нас прижимал где-то, и мы поджимали их. То есть обоида, острая игра. Довольны результатом. А игру мы будем разбирать, свои ошибки, где не наработали, где что не получается. И стараться двигаться вперед. Болельщики Новокузнецкого «Металлурга» просят помощи у президента и губернатора. Петицию с жалобой на бедственное финансовое положение клуба фанаты опубликовали в интернете. Не так давно болельщики пытались сами хоть как-то помочь клубу и открывали благотворительный счет и даже собрали немалую сумму. Однако не помогло. Болельщики сделали максимум. Однако наших сил не хватает. Клуб вынужден продавать спортивные права на выдающихся хоккеистов, талантливых воспитанников нашей Новокузнецкой хоккейной школы в другие клубы с целью покрыть все расходы и накопившиеся долги. Софья Смирнова заняла третье место в дисциплининский кросс на первом этапе Кубка Европы по фристайлу. В Австрии кемеровчанка уступила только занявшей первое место экс-чемпионке мира Келси Серво из Канады и ставшей второй австрийке Андреа Лимбахер. При этом наша спортсменка опередила таких признанных звезд мирового скейкросса, как канадка Мариэль Томпсон и хозяйка соревнований Кэтрин Офнер. Кемеровчанин Ламберт Харонов завоевал третье место первенства России по греко-римской борьбе. В соревнованиях, которые прошли в городе Кемерово, участвовали более 360 спортсменов из 9 федеральных округов. Наш спортсмен выиграл бронзу весовой категории до 85 килограммов. На этом у меня все. До свидания и до встречи на телеканале «Мой город». Субтитры создавал DimaTorzok